Всем привет! С вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последнее время. Но прежде я хочу вам похвастаться своей новостью. Оооо, вот такой красавец! Этот товарищ из 80-х, да, я знаю, у меня сзади уже много стаффа, но этот товарищ того стоит, я обязательно как-нибудь отдельно про него запишу видео. И вообще про все свои синты. Увидимся в следующей серии моего блога, это точно. Ну что ж, давайте перейдем к новостям. Apple переходит на сторону добра, а именно к формату Lossless, как они сами объявили недавно, что скоро стриминговая платформа Apple Music станет абсолютно Lossless, то есть без потери качества, без декодирования такого жесткого, потому что сейчас напомню, там AAC файл, который сжимает до 256 кг в секунду, это все-таки качество, скажем так, не самое лучшее. И они анонсировали, собственно, переход на Lossless формат, и более того, еще они анонсировали поддержку атмосферного звука Dolby Atmos. Пока это еще не запущено в доступ, но уже анонс есть, поэтому я уверен, что либо с одним из следующих обновлений iOS и прочих маковских систем, этот сервис получит полную поддержку вот этих вот названных функций. На самом деле я задаюсь вопросом, как это будет работать, потому что и сами Apple говорят, признаются в этом, и все технари тоже это признают, что беспроводные наушники, за которые последнее время компания Apple особенно утопила, отказавшись от нашего всеми любимого 3,5-миллиметрового разъема в айфонах, что Bluetooth наушники не будут поддерживать Lossless формат, просто объективно, потому что Bluetooth так устроен, вообще наушники так устроены, что они не могут передавать вот такое количество информации по беспроводу. Поэтому оценить смогут только люди, кто подключат через переходник, опять же удивительно, к своим айфонам или айпаду, классические профессиональные наушники, прям мониторные, которыми мы все пользуемся. Но опять же, имеет в этом смысл непонятно, не совсем понятно, как себя будет вести колонка от Apple, то есть как она, будет ли она воспроизводить или нужно будет ждать новое поколение умных колонок, все это остается под вопросом, но будем следить за новостями, я думаю, что Apple решила просто конкурировать на рынке и со Spotify, и с другими сервисами, и с Tidal, и с Deezer, которые вообще активно специализируются на Lossless формате, поэтому посмотрим, к чему это приведет. Но еще также у меня вопрос, что делать нам, музыкантам, кто уже, например, выложил через дистрибьюторов свои альбомы, и по требованию дистрибьюторов нужно загружать до сих пор файлы 44-16 бит, а тут идет речь о том, что Apple даже может перейти на 48-24 бита. И что будут делать дистрибьюторы, для Apple Music отдельный файл отсылать, как это делать, пока непонятно, но будем следить за новостями. Компания Ampeg наконец-то выпустила свой собственный плагин. Вы помните, я уже в одном из прошлых выпусков рассказывал о плагине от Plugin Alliance, который был одно время бесплатный, который эмулирует и воссоздает усилители Ampeg басовые. Но теперь компания Ampeg решила выкатить свое собственное приложение, свой собственный плагин, который чем-то похож на Mark Bass от компании Overlaut по функционалу. Там также вшиты самые популярные классические усилители и кабинеты от компании Ampeg, естественно, с набором микрофонов, импульсов, всех вот этих возможностей по настройке звука. И, конечно же, даже еще добавили педали, то есть дополнительные виртуальные обработки, такие как Distortion, компрессор и так далее. В общем, довольно интересно, но опять же, я сам пользуюсь, например, для обработки баса Mark Bassом. Конечно, интересно, что предложит Ampeg, но пока по описанию довольно похоже на вот, что предлагает Overlaut с Mark Bass. Но я знаю, многие любят звучание Ampega для определенных жанров и определенным типом бас-гитар он отлично подходит. И поэтому так много эмуляций от разных компаний или похожих, близких к Ampego, эмуляции уже было на рынке выпущено. И посмотрим, как, собственно, Ampeg будет звучать. Он стоит порядка 200 долларов, то есть можете перейти по ссылке, если вам это интересно, и приобрести его, послушать. Но уверен, что этот плагин найдет свое место, особенно для тех, кто записывает бас в домашних условиях. Действительно, очень классный плагин и вообще подобные плагины, которые могут обогатить звучание баса в любом треке. Компания Google представила свой нано-протез для руки, который помогает барабанщикам или будет помогать барабанщикам в будущем играть на барабанах, если они потеряли руку. И барабанщик Джейсон Барнс показал на своем примере, что это работает. И, собственно, с 2013 года они совместно занимались разработкой этого протеза. И Google официально выпустил видео, где показывает весь процесс, как он работает. И по заверениям самого барабанщика, ему очень комфортно работать с таким протезом. И, опять же, это позволяет ему, собственно, заниматься его любимым делом, потому что такая ситуация довольно страшная, когда ты лишаешься руки, если ты при этом музыкант, да и вообще не только музыкант. И очень здорово, что вот такие подобные компании сейчас активно работают над тем, чтобы людям, попавшим в такое нелегкое положение, облегчить жизнь и помогать им заниматься их любимыми делами. И, на самом деле, работа с барабаной палочкой – это далеко не самый простой процесс для мышц рук и для кистей, потому что задействовано очень много элементов руки для того, чтобы грамотно играть именно на барабанной установке. И, собственно, инженеры из Google попытались воссоздать полностью все вот эти механизмы. То есть, Джейсон передает своей команде с помощью той части руки, которая у него есть, на протез. Протез это считывает очень довольно быстро, как сам Джейсон говорит, что практически задержки он не замечает в игре. И там даже был момент в видео, вы можете посмотреть по ссылке в описании, где они вместе с другим барабанщиком играют, и другой барабанщик даже какие-то моменты не может повторить по скорости, как это делает Джейсон со своим протезом. То есть, довольно интересно. И вообще, в удивительное время мы живем, посмотрим, что будет дальше. Но это однозначно большой прорыв. И я желаю подобным компаниям, как Google, развивать это направление, потому что это действительно очень многим облегчит жизнь. Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересует быстрый старт изучения Logic Pro, аранжировка, сведение или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Компания Qsonus показала свой плагин Voice Changer, который в первую очередь направлен на использование в озвучке сериалов, фильмов и просто создание спецэффектов. Что он делает? Он, собственно, трансформирует голос человека, актера, неважно. Далее он этот голос может поместить в какое-то виртуальное пространство и может также еще видоизменить, как будто бы голос был записан через мегафон, через рацию или по телефону. То есть это идеально для того, чтобы не заморачиваться с эффектами, со сложной обработкой, для того, чтобы поместить какой-то речевой фрагмент, например, в кадр. Это актуально для тех, кто работает с озвучкой кино или сериалов, или видеороликов. То есть стало гораздо удобнее это сделать, быстрее. Там также можно поменять голос чисто, то есть можно только этим заниматься, взять свой голос и превратить его в женский, в детский, в голос робота, ну и все стандартные пресеты. И что самое главное, плагин будет постоянно обновляться пресетами. Он довольно простой в управлении, всего три ручки, которые отвечают за степень вот этих трех категорий изменения голоса, изменения того, как воспроизведен голос и в каком помещении он находится. И, собственно, из-за этого этот плагин будет работать под подписочной модели, что не очень удобно для многих. Правда, подписка не такая дорогая. Я посмотрел, там, по-моему, порядка пяти долларов в месяц. Для тех, кто работает профессионально с озвучкой, это не такие большие деньги. Но вы не сможете купить плагин за какую-то разовую цену и пользоваться им пожизненно, потому что сама работа плагина предполагает то, что разработчики будут его поддерживать и постоянно обновлять базу возможностей, то есть добавлять пространство, добавлять возможности по искажению голоса. И, собственно, поэтому они выбрали подписочную модель. Ну что ж, можно понять, а также вы можете посмотреть демо этого плагина. Довольно интересно, может быть, кому-то пригодится в работе. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Увидимся с вами в следующем выпуске Quick News. Я напоминаю, что на нашем канале Logic Pro Help выходит не только Quick News и мой авторский видеоблог, а также уроки по Logic, уроки по разным плагинам, обзоры различных плагинов, уроки по различным жанрам музыки. В общем, оставайтесь на связи, обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео. Также вступайте в наш закрытый клуб с Telegram-чатом, где уже тысячи человек обмениваются опытом. Мы отвечаем друг другу на вопросы, обсуждаем новинки из мира музыки, обсуждаем плагины, помогаем друг другу с решением каких-либо проблем. Так что, если вы хотели бы с кем-то поговорить о плагинах, о Logic'е и вообще работе со звуком, welcome, ссылка в описании, доступ абсолютно бесплатный. Переходите, мы вам пришлем доступ к чату и будем общаться, будем на связи, обмениваться опытом и решать общие вопросы тех, кто работает в Logic'е. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео. Всем успехов в творчестве, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok